Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня в гостях нашей студии Леана Саутина, руководитель проекта «Благотворительный сезон» в республике Хакасия. Здравствуйте, Леана. Здравствуйте, Наталья. У нас 16 апреля в республике стартует весенняя неделя добра. Что это за мероприятие такое? Весенняя неделя добра – это добровольческая всероссийская акция, которая на территории России реализуется с 1997 года. Ну и Хакасия тоже присоединилась к проведению этой акции с 2007 года. На территории Хакасии реализуется эта добровольческая акция. Вообще, что в нее входит, в эту акцию? Эта акция – это такие «нужно сделать добрые дела» в обозначенный срок по условиям общероссийской акции. Это в этом году, она проводится с 16 по 24 апреля. И цели этой акции – это развитие добровольчества в регионе, это поиск решений совместно с государственной властью при решении социальных проблем. Это как раз активизация именно добровольческих инициатив. И основной упор – это молодые добровольцы, потому что целью акции, девизом акции является «Мы вместе создаем наше будущее». То есть молодежь строит будущее России, в том числе и в Республике Хакасия. Но вообще кто, как и кому может помочь в эту неделю добра? Поучаствовать в этой акции могут все желающие жители Республики Хакасия, представители муниципальных учреждений, государственных учреждений. Это члены волонтерских объединений, добровольцы. Это просто инициативные граждане, которые хотят принести пользу ближним, прийти в социальные учреждения, помочь детям, которые находятся в социально сложном положении, помочь ветеранам, пенсионерам. На самом деле это все говорено в положении о весенней неделе добра. Кстати, положение можно посмотреть на сайте общественной палаты Республики Хакасия. Там прописано, что, например, 16 апреля мы стартуем с ярких массовых волонтерских больших мероприятий. Например, в Саиногорске Центр социальных программ проводит велоквест «Помогать просто». То есть мы уже получили 10 заявок от команд, которые на велосипедах будут передвигаться по городу, выезжать на точки, на социальные учреждения. И там конкретно помогать, подкрашивать, подбеливать, проводить с ребятами различные мастер-классы. То есть помогать ближним. Среди этих учреждений пансионат для ветеранов в Саиногорске, недавно открывшийся, и детский дом «Ласточка», и реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, а также учреждения муниципального уровня, это библиотеки, где можно подклеить книжки, помочь. Может каждый, если хочешь. Буквально каждому, потому что спектр добрых дел очень обширен, большой. Это могут быть экологические акции, потому что 22 апреля проводится День земли традиционно, и в этот день можно выйти и убрать территорию города в парке возле своего дома, помочь обустроить городские улицы и помочь немножко нашей природе очиститься от мусора. Вообще вот в благотворительности один из главных сейчас вопрос денег. За чей счет все это будет проходить? Это организации, которые будут принимать участие. Прежде всего будут исходить из своих ресурсов, а также могут вполне обращаться к партнерам. Партнеров можно искать в сфере бизнеса среднего и малого. То есть прийти, рассказать о своем проекте, о своем деле, который запланируют сделать, и сказать, вы можете поучаствовать и внести свою лепту в наше большое такое доброе, может быть, маленькое доброе дело. То есть искать партнеров можно и нужно, я думаю. И партнеры такие есть, потому что на опыт проведения акции большой, и всегда есть люди, которые готовы поддержать, поддержать добрые идеи. Акция проходит уже порядка 9 лет, да, у нас в Хакасе? Вообще какие-то были какие-то знаковые, большие мероприятия, которые запомнились бы людям? На самом деле мероприятий было очень много, и спектр огромный, потому что традиционно принимают участие, прежде всего, школы, старшеклассники, ну и средний возраст ребятишек. И акции проводились очень большие. Это и акции по поддержке птиц перелетных, да, это скворечники строили, подкармливали животных в зоопарке, подкармливали. И собирали раньше макулатуру, собирали еще, захватили эти моменты. В прошлом году «Весенняя неделя добра» проходила как раз у нас в режиме чрезвычайной ситуации, и очень было много сделано именно для покорельцев. Это работали штабы оперативно, волонтеры помогали спецслужбам устранять последствия пожаров. Поэтому в этом году, слава богу, ЧС нет, но есть у нас, есть экология, которая нуждается в особом внимании. Это, кстати, можно в этом году еще раз в год кино в России объявлен, можно посвятить свои добрые дела и снять их на видеоролике, создать фильмы, для того, чтобы показывать в дальнейшем людям и демонстрировать свои душевные порывы, с тем, чтобы привлечь как можно больше волонтеров в наши ряды. Ну, желающим куда нужно обратиться? Для того, чтобы стать участником «Весенняя неделя добра», нужно подать заявочку, которая вместе с положением размещена на сайте общественной палаты, и составить свой календарь добрых дел, записать, что за мероприятие, кратко описать, что это будет, описать партнеров, кого они привлекают, либо это социальные учреждения могут выступать в качестве партнеров, на базе которых они будут совершать добрые дела, либо это компании и люди, которые поддерживают материально вот эти акции, и подать заявку в оргкомитет, заявиться, а потом все дела добрые сделать по своему плану и потом отчитаться для того, чтобы мы могли посчитать, посчитать итоги, посчитать количество людей, которые... Потому что статистика эта, без нее никуда, и очень хочется, чтобы статистика с каждым годом увеличивалась. Для справки, в прошлом году в рамках весенней недели добра у нас приняло участие около 80 тысяч жителей республики Хакасия. Эта цифра сохраняется у нас на протяжении уже нескольких лет проведения благословительного сезона весенней недели добра. Я надеюсь, что в этом году мы сможем эту цифру немножко увеличить. А вообще люди охотно идут помогать другим? Ведь за бесплатно. Тратят свое время. Время, конечно, тратится бесплатно, да, но самое главное, наверное, в благотворительности, это как раз, чтобы это был душевный порыв у человека, чтобы он действительно сделал доброе дело, получил удовлетворение от этого выполненного дела, увидел счастливые глаза тех, кому он подарил свою доброту, частичку. И, наверное, это самая главная награда в волонтерстве, это видеть благодарные глаза тех, кому помогаешь. Ну, сейчас на это пошла мода некая, да? Все сейчас у нас занимаются благотворительностью, волонтерством. Это хорошо или плохо? Не боитесь, что однажды волна спадет, и мы опять останемся без помощников? Я думаю, что, ну, не мода, а тенденция к увеличению волонтерского движения в России будет только возрастать каждым годом, потому что молодежь стремится что-то сделать полезное для общества, не только удовлетворить свои какие-то потребности, да, развлечения. Но вот я наблюдаю, и по опыту работы в благотворительном фонде, Центр социальных программ могу сказать, что люди откликаются же не только школьного возраста и молодежь, но и люди, которые работают, привлекают не только, идут не только сами, но привлекают членов своих семей. У нас очень много случаев, когда к участию привлекаются взрослые вместе с своими ребятишками, и привлекают мужей, и жен, и все идут с удовольствием, помогают. С весенней недели добра у нас стартует благотворительный сезон в Хакасии. Что он предполагает в этом году? В этом году благотворительный сезон стартует в десятый раз. Это юбилейный благотворительный сезон. Мы преодолели этот рубеж, и накоплен большой опыт уже взаимодействия различных сообществ, да, это и власть, СМИ, партнеры из бизнеса, а также добровольческие организации и некоммерческие организации находят пути взаимодействия и решают социальные проблемы в республике Хакасия в том числе. По опыту проведения сезона, когда в основном мы отслеживаем, конечно, чем живет республика, когда проходит конкурс общественного признания. Он проходит ближе к концу года, когда люди совершают добрые поступки спонтанно, либо осознанно подают заявки, и мы видим как раз в этих заявках очень много делается людьми, организациями, объединениями именно на благо людей, которым требуется помощь. Отрадно, что бизнес очень много поддерживает эти идеи, выступает сам инициатором помощи, оказания. И поэтому я думаю, что в республике у нас созданы условия для того, чтобы людям помогать и еще об этом потом рассказывать. Потому что здорово, когда есть неравнодушные граждане, о которых снимают сюжеты в СМИ, показывают о том, что как можно помогать, что это действительно реальная помощь, а не только в заявке. Очень благодарны СМИ, на самом деле, которые позволяют какой-то опыт благотворительности показывать и демонстрировать для всех. Спасибо большое, Леана, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Леана Саутина, руководитель проекта «Благотворительный сезон Хакасии». Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Продолжение следует...